Компания «Русгидро» хочет заняться управлением всеми водопроводами и канализационными системами страны. Гидроэнергетики предлагают создать холдинг «Вода России», который через региональных операторов займется модернизацией этого комплекса, решением проблем убыточных муниципальных предприятий и контролем за использованием бюджетных средств. Сейчас предложение рассматривается в профильных министерствах, обсуждают его и на местах. Там это считают попыткой монополизировать отрасль. Виктор Самусенко с подробностями. Компания «Русгидро» намерена взять в управление все канализации и водопроводы страны гидроэнергетики, надеются модернизировать устаревший фонд, а также решить проблемы убыточных муниципальных предприятий. Для решения этих задач «Русгидро» планирует создать холдинг с рабочим названием «Национальная корпорация Вода России», где гидроэнергетики получат контроль, а остальное отойдет определенному правительству, федеральному органу, например, Росимуществу. Вода России же создаст в каждом регионе оператора, с владельцем которого станут местные власти. При этом «Русгидро» заверяют, что переводить водоканалы или активы на баланс компании никто не собирается. Региональные операторы будут управляющими организациями, которые примут на обслуживание все предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Прежде всего, это надо не «Русгидро», это надо, наверное, все-таки стране. Мы занимаемся бытовой деятельностью, энергосбудовой деятельностью и видим, какая ситуация у водоканалов по всей России. То есть они, на самом деле, тихо разваливаются, не платят за электроэнергию, в основной своей массе. И то, что происходит в системе водоканалов, водоснабжение, водоотведение, конечно, на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Наличие единой корпорации, такой как «Вода России», имеет ряд плюсов, считает «Русгидро». Например, доступ к финансированию из государственных институтов развития, в частности, Внешэкономбанка, в который муниципальному водоканалу вход заказан. Следить за целевым расходованием бюджетных средств будут те же региональные операторы. Также в их задачи должны войти оптимизация имущественного комплекса, разработка схем водоснабжения и водоотведения, создание единой абонентской службы региона, а еще участие в законотворчестве и прочих мероприятиях, направленных на развитие этого хозяйства. Красноярских и краевых депутатов инициатива гидроэнергетиков насторожила. Я думаю, что лучше было бы взять какую-то экспериментальную площадку, то есть какую-то территорию, на этой территории провести вот такую модель. Но при этом я понимаю, что должна была быть прописана вообще, в принципе, не просто мы хотим, а дана правительству и народу концепция и программа развития этой отрасли. И вот в этой концепции прописать, что делаются пилотные проекты на территории, особенно, я думаю, Северов, а не Юга, провести вот такой эксперимент. Что будет за этим стоять? И потом посмотреть экономический эффект, целесообразность и тогда двигаться дальше. Если вы помните, еще Чубайс создавал наряду с РАО ЕС России рядом крупнейший холдинг общероссийский по ЖКХ. Тихонько умер он этот холдинг, слава богу, большого вреда не принес. Нечто подобное и сейчас происходит. Создать еще одну чудовищных размеров монополию – дело несложное, но монополия, она и есть монополия. Потребность этого хозяйства в инвестициях по всей стране составляет по разным подсчетам от 3 до 15 триллионов рублей. Таких денег нет ни у одного муниципального бюджета, а людям нередко приходится самим добывать себе воду. Кран-то поломанный, не знаешь, как его правильно закрыть. Яркий пример – жители поселка Чистополе Хабаровского края остались без воды больше, чем на месяц. Их водонапорная башня не значится ни в одном документе. А минувшим летом сгорели электролинии, и вода перестала поступать в колонки. Помочь селянам сумел лишь молодой предприниматель. Евгений Кротов предложил скинуться деньгами с каждого двора, а организацию ремонта и закупку материалов взял на себя. На сегодняшний день все починено. Да, потому что собственники здесь жилья решили принять на свой баланс эту башню. Эксперты гадают, как скоро во всем комплексе водоснабжения и водоотведения может наступить подобный кризис. Например, в Красноярском крае сети сейчас изношены в среднем на 60%. Примерно так же по всей стране. Идея здравая, я еще раз повторяю, чем больше таких будет операторов, тем будет лучше, но они должны работать в конкурентной среде. Вот как бы мы ни хотели, но, допустим, в нашем Красноярском крае услуги водоснабжения предоставляют более 200 организаций. Какой бы оператор ни пришел, Росгидро или еще что-то, он физически не сможет зайти на те объекты, которые принадлежат другим собственникам. В Российском коммунальном союзе считают, что если появление федеральной структуры в секторе ЖКХ будет означать приход крупных бюджетных инвестиций, его можно оценивать как безусловное благо для всей отрасли. Простое же управление без вливаний вряд ли будет эффективно. Окончательное предложение по участию Росгидро в модернизации водохозяйственного комплекса России профильные министерства должны подготовить и представить президенту страны Владимиру Путину до 10 февраля. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-6-3-1, либо пишите нам на сайт afontovo.ru. Виктор Самусенко, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.